Северокавказский форум СМИ проходит уже в шестой раз и с каждым годом он становится все более масштабным. На этот раз в Грозный приехали делегации из более чем 10 регионов страны, а также из Южной Осетии, Казахстана и Туркмении. По-моему, это очень здорово, что журналисты Северного Кавказа, которые здесь живут и зачастую не знают вообще, что такое Северный Кавказ, что происходит у соседей, что происходит в более отдаленных республиках Северного Кавказа, приехать и своими глазами это увидеть. Правильно? Пообщаться с коллегами, пообщаться с представителями власти, может быть задать им вопрос. Каждый регион представил на форуме свои экспозиции. Все желающие могли познакомиться с выставками и наладить отношения с коллегами. Такой возможностью воспользовались и почетные гости. Пол предпрезидентов СКФО, главы субъектов округа, приглашенные эксперты. Практически никто не мог пройти мимо площадки Ставропольского края. Интерактивный глобус в центре символизирует взаимодействие СМИ разных стран. Здесь же история краевой журналистики в живых предметах. Зеркало – символ того, что сейчас журналистом может стать каждый. И доска, где как раз и можно быстро опубликовать свой материал. К концу форума на ней уже нет свободного места. У нас есть телевидение высокого уровня, у нас есть хорошая пишущая журналистика, у нас есть очень хорошее интернет-издание. Поэтому, мне кажется, самое главное, что у нас уже есть достаточно большие с вами результаты. Ключевой частью форума стало пленарное заседание. Цифровые медиа, новая реальность и перспективы развития. Говорили не только о технологиях и смыслах современных медиа, но и о том, как изменить и оздоровить ситуацию вокруг. Ведь объектив камеры имеет свойство укрупнять негатив. Так, идей очень много, контактов, общения. И благодаря тому, что, вот смотрите, сегодня на пленарном заседании столько СМИ, и не только СМИ, а СМИ нового времени, да, когда каждый человек вынимает свой телефон, ведет прямую трансляцию, сколько различных сигналов разошлось информационных. И это здорово. Одно из ключевых предложений, на первый взгляд, не имеет отношения к СМИ. Убрать блокпосты между регионами Северного Кавказа. Политическое решение облегчит работу СМИ. Ведь продвигать и позиционировать Северный Кавказ СМИ, как территорию порядка и спокойствия, без щетины блокпостов будет проще. По предпрезиденту России в СКФО Александр Матовников и главы регионов согласились с такой идеей. В части журналистики, особенно журналистики Северного Кавказа, здесь должно быть действовать одно правило врача. Помните, он всегда, врач, с чего начинает, у него первая мысль, не навреди. И каждый на кончике пера должен нести вот это вот состояние, не навреди. Сделай так, чтобы вот этот разный Кавказ всегда оставался мирный. Завершился форум награждением участников конкурса «Медиа Кавказ». В числе победителей наша коллега Екатерина Сегида. Ее специальный репортаж про работу Ставропольского спецназа «СОБР» стал лучшим документальным фильмом о Росгвардии. Павел Гендавицкий, Леонид Чапуренко, Андрей Яценко. Ставропольское телевидение из Грозного. Субтитры создавал DimaTorzok